Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Ланской и сегодня суббота, 14 сентября. Мы оказались на Moscow Raceway. Здесь проходит великолепный фестиваль дрифта. Мы прогуливаемся, смотрим на автомобили. Конечно же, не обошлось здесь без Volvo. Но в основном здесь представлены японские автомобили заднеприводные. Здесь очень много Skyline, здесь очень много Марков, Сильвий и, конечно же, это BMW. Вы видите прекрасный вариант японского автомобиля. Это Nissan Skyline R33. И сейчас предлагаю познакомиться и побеседовать с его владельцем и создателем. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Валера. Как узнали уже, Валера просто частный представитель. Это его автомобиль. Расскажи немножко про него. Это Nissan Skyline R33, правильно? Да, правильно все. А какой мотор стоит, что с ним было сделано? Ну, мотор стоит стоковый, RB25D. И в основном поменен только впускной коллектор и сделано охлаждение. Ну, кулек стоит. И все. В основном все остальное стоковое. Турбины стоковые. По подвеске что-то было доработано? По подвеске спереди стоят проставки 2,5. И все. Ну, колеса тоже нестандартные. Это сделано для того, чтобы вынести колеса немножко больше, да? Чтобы сделать выворот больше. Да, все правильно. В основном подвеска, все стойки, все стоковое. То есть она не занижена? Нет, все стоковое. Не заниженная, не поднятая, все стоковое. А тормоза? Тормоза тоже стоковые. Так, а система охлаждения, имею в виду сам антифриз, это все стоковое стоит или тоже доработанное? Все стоковое. И всего этого хватает? То есть, чтобы выехать на круг, машина не перегревается, не выдает никаких сюрпризов? Нет, вот сейчас заезд был. Ну, в принципе, нормально. Машина держится на дороге. Вот резину поменял только недавно. Новая стоит. И, ну, охлаждения хватает, всего хватает. Масло, масло, ну, голодания нету никакого. А управляешь автомобилем ты сам? Да, я сам управляю. Такой вопрос, как тебе пришла мысль вообще заняться этим видом спорта? Как ты здесь оказался? Ну, вообще, чисто случайно. В детстве у меня была мечта, вот когда все выглядели фильм «Фаштаж» с полом локером. И вот этот вот 34-й «Скай», вот у меня сразу в голове отложилось «хочу себе Скай». Ну, на 34-й денег не хватило, вот пришлось 33-й взять. Расскажи по автомобилю, за сколько ты его взял и сколько ты сюда вложил? Вот для того состояния, в котором он сейчас. Ну, взял я его в Красноярске, то есть сам летал, сам смотрел, на автовоз сдавал. Взял, честно, у друга, можно сказать, он переехал просто в Красноярск за 450 тысяч. Это было когда? Это было в апреле этого года. Так, сколько денег ты сюда вложил, то есть интеркулер, вот это вот все, что ты доделал, сколько денег? Ну, на самом деле, это все я купил, я в основном начал заниматься подвеской и всем тем, что начало ломаться постепенно. Какие-то люфты начали появляться, там сразу менять. Вложил я где-то с апреля месяца, где-то около 70 тысяч. Интеркулер, ну, все эти доработки, вот эти датчики, вот это все стояло уже, да? Датчики я сам ставил, ну, в основном магнитолу, в подвеске что-то менял, там, тяги рулевые. Все под капотом, все стоково, ну, все вот как я купил. И все вот эти вложения всего лишь на 70 тысяч с апреля месяца? Да-да-да, все на 70 тысяч. Так, и такой... Итак, ты уже сказал, что здесь двигатель RB25D. Какой это объем и какая примерная мощность сейчас в нем? Ну, объем 2,5 литра. Лошадей здесь примерно 250-260. А на стенд ты не заезжал? То есть это расчетная мощность? Это, как мне сказал предыдущий хозяин, на стенд ты не заезжал, но ее для начала надо настроить. Она не настроенная, то есть, ну, сейчас бензин, ну, богатит, смесь богатит. И можно такой вопрос? Смотри, она у тебя вся синяя, а под капотом она зеленая. Она специально так сделана или она перекрашена в синий, а была зеленая? Изначально белая машина была, но потом ее полностью разобрали, как мне опять же говорил предыдущий владелец, ее разбирали полностью, красили, ну, все вот эти вот бобры убирали, ну, бобры эти, ржавчина. Вот. Это как основа, ну, вот. Она сделана зеленая? Ну, зеленая, да, сделана. И потом покраска. Уже в синий цвет? В синий цвет, да, да. Машина гражданская используется, в принципе, с тобой на каждый день, правильно, в Москве или нет? Или она только вот для таких мероприятий? Нет, я на ней в магазин и на работу, и куда только душа ляжет. То есть машина используется в Москве, как повседневный автомобиль? Да, да, и в Москве, и в область я на ней езжу. Итак, Валера, я желаю тебе удачи в этих выступлениях, в этих гонках, и расскажи мне свой девиз по жизни. Жить надо в кайф. Ладоша. Итак, ребят, мы дальше продвигаемся по выставке, по Ready for Drift. И, соответственно, здесь у нас Марк в девяностом кузове. Автомобиль прибыл к нам из Владивостока, куплен там за один миллион рублей. Миллион! Сюда вложено уже примерно так же. Сейчас автомобиль, его владельцу вышел уже в 2,3 миллиона. Что же здесь сделано? Передняя подвеска здесь полностью переделана. Установлены и спереди, и сзади рычаги на шаровых соединениях, увеличенные на 4 сантиметра по бокам. Соответственно, автомобиль стал шире на 8 сантиметров. Что спереди, что сзади. Установлена тормозная система от GTR 35. Эта система вся вышла владельцу в 300 тысяч рублей. Соответственно, диски тормозные, составные, центра полностью вытачивались из авиационного алюминия. Сами накладки тормозные, они, соответственно, стандартные. Как Феррари тут рядом. Автомобиль в расширении. Соответственно, так же это доделано. На автомобиле стоит механика, стоит полукерамическое сцепление. Соответственно, для городской езды автомобиль не очень удобен, потому что он дерганный. И сцепление нужно бросать. Это сделано для того, чтобы оно дольше жило на гоночных трассах. Автомобиль изначально делается для дрэк-рейсинга или кольцевых гонок. По мотору стандартный идет 2,5 твинтурбо, но он переделан на сингл, то есть на одну большую турбину установлено. Сейчас расчетная мощность где-то 400-450 лошадиных сил. Сейчас зимой автомобиль будет дальше доделываться. Будет полностью впускная система другая. Также выпускная система доделывается. Просто все это будет донастраиваться. По секрету нам владелец сказал, что автомобиль 1994 года и следующий автомобиль, конечно же, у него будет более новый. Это по ряду причин это все нужно делать. Потому что первое, это уставший кузов. Второе, это уставшие, конечно же, все силовые агрегаты. Вот буквально позавчера он, говорит, стартанул со светофора и у него лопнул задний подрамник. Что говорить просто об усталости металла. Поэтому эти автомобили сейчас еще пока что есть в хорошем состоянии, но, к сожалению, они уходят в историю. И на этом фестивале скорости не обошлось без русского автопрома. Здесь есть несколько пятерок, несколько семерок, копейка и даже старый москвич. Он в очень классном состоянии и катается, мне кажется, скорее всего на кольце. Но этот автомобиль тоже сделан для кольца и несколько сделан здесь для дрифта. Они сейчас катаются на треке. Ну и, конечно же, никуда без итальянского спорткара. Здесь можно прокатиться на этом великолепном Феррари. Георгий зовут меня. Георгий, Георгий, он же Гоша, он же Жора, он же Егор бывает иногда. Он же Игорь, он же Гоша. Да, да, приветствую. Это я, Игорь. Игорь, очень приветствую. Расскажи немножко про автомобиль. Автомобиль? Это Феррари 430 Челлендж. Именно модификация Челлендж, чем она отличается обычно, что это автомобиль, созданный для кольцевых автогонок. Именно профессиональный автомобиль, который построился в Маранелло на заводе, был монокубок этой серии. Когда люди катались, выкупали машины либо у команд, либо берут, то есть, купают у завода, либо берут в аренду у завода и в монокубке катаются все. Вот машина уже свою откатала чуть-чуть. И так как это спортивный инвентарь, к сожалению, автомобиль, на дорогах на нем нельзя, только по треку на нем можно, он не сертифицирован. Он откатался, его привезли сюда в Россию? Он уже свой чемпионат, да, откатал, получается, и мы его забрали, и сейчас даем людям возможность на нем потренироваться, покататься, получить удовольствие, опыт какой-то, проехаться на настоящей гоночной Феррари по треку. Какой тут мотор? Здесь атмосферный мотор, V8, 8 цилиндров, соответственно, объем рабочий 4,3 литра, вот, выдает порядка 500 лошадей. На атмосфере? На атмосфере, да, на 4,3 литра. Коробка? Коробка, робот, подрулевые лепестки, переключение только ими, право, вверх, лево, вниз, соответственно, без сцепления, вот, спортивное сцепление стоит, выхлоп чуть другое здесь, в отличие от 430 обычно, ну и впуск, соответственно, чуть другое. За счет этого в гражданской машине порядка 480 лошадиных сил, здесь порядка 500 сил в этом автомобиле. Масло ест? Конечно, все ест масло, если ехать, нормально, все будет есть, нормально. На самом деле, это автомобиль, просто чем еще отличается, это обычно, что он облегчен дополнительно, несмотря на каркас, он весит тонну всего, тонны 250. А штатный сколько весит? Тонну, по-моему, на 80 килограмм тонн, 320 тонну. Ну, в общем, убраны обшивки, правильно понимаю, там пол? Здесь, соответственно, все заменен. Это пластик, пластиковые, боковые тоже пластиковые, лабаж тоже пластиковые, карты дверей из карбона сделаны, все лишнее убрали, всякие климат-контроли, музыкальные. А тормоза? Карбоны, керамические тормоза, тормозы. Это штатные, на штатной версии такие же или тут больше все-таки? Такие же. Такие же? Да. Это заводская машина абсолютно. То есть, не климат-контроль, ничего, печку даже здесь нельзя включить? Обдуватель есть, вот климат-контроль. А, вот удачный климат-контроль. Да, какой климат, такой контроль. Это все сделано непосредственно на заводе в Ферраре? Да, на заводе в Маранелло Ферраре это непосредственно автомобиль сделан. Именно в таком виде он сейчас перед вами, как и сделали. А под капотом? Непосредственно под капотом. Давай посмотрим. Спортивный кликс. Поднимаем. Оба! Что это за штуки? Интересно, да? Да. Узнаешь, что это такое? На самом деле это пневмодомкраты. Машина, так как гоночная, спортивная, ее, когда она заезжает во время гонки на пидстоп, иногда надо заменить резину. Чтобы ее не поднимать, у нее есть система как раз вот эта пневмодомкрата. Здесь впереди две точки пружинят. И пойдем сзади покажу еще, куда вставляется как раз. Воздух куда-то. Что машина вставляется? Вот сюда на пидстопе. Механики в эту штуку вставляют, соответственно, баллон с сжатым воздухом. Машина подъезжает на пидстоп, вот сюда вставляется. Два тех выходят спереди и один сзади, вот такой вот, видишь. То есть он просто подсоединяется, ничего не надо нажимать, она автоматически сразу поднимается. Да, система, раз она срабатывает, она там кратит. Машина разгружается, колеса поднимается, колеса может снять, соответственно, заменять. А кто-то в нее въехал? Да, к сожалению, бывают такие случаи. Это уже здесь? Да, в России. Ну, это машина не парадно-выходная, это все-таки боевой автомобиль. В межсезонье мы его приведем в полный порядок. К сожалению, во время сезона катаются люди, потому что мы даем возможность прокатиться любому желающему. Практически за рулем бывает. Люди совершают ошибки, вылетают в гравии у нас в более случаев. До стенок, слава богу, пока еще никто серьезный. Сколько расход? Сложно сказать. Нету такого удачи. А на чем ездит? На сотом, на пятом, на дизеле? На сотом, бензине, сотый бензин. То есть не гоночное топливо, а обычный сотый бензин? Обычно сотый бензин. Предпочитаю, реклама, не реклама, но реально, честно, лук ойл. Нормальный, хороший бензин, конечно. А какого года она? Это 2007 год. А вы забрали ее сюда за деньги или... Конечно, за деньги. Кто же бесплатный такой? Ты просто пилот или это твоя машина? Это моя машина, я и пилот, я и бываю инструктором, хотя я стараюсь это делать профессиональным гонщикам. Ну, когда они не могут, уже яка, соответственно. Сколько стоило, если не секрет? Так как эта машина не гражданская, соответственно, многие подходят, что это гоночная, наверное, намного дороже. Нет, на самом деле она стоит примерно так же, как и гражданский автомобиль. То есть порядка 4-5 миллионов. Можно такой автомобиль найти, но таких всего лишь было выпущено 140 штук. В России всего таких автомобилей 2. На аукционе подобный автомобиль недавно зимой устраивали, оценивали в 5,5 миллионов рублей. У нас по договору... Уже такой подготовленный? Именно конкретно, один в один. У нас же, когда вы подписываете соглашение на аренду автомобиля за счет издержек и так далее, там стоимость от 6 до 7 миллионов в договоре прописывается за этот аппарат. Вот, то есть если полный достал... Еще раз, здесь, в России, доработок никаких не было? Не было. Все штатное, родное. Понятно. Ремни только поставили, красные, сабельки. Ну, чтобы все было в одном стиле, красные с красным. Да. А остальное, в принципе, ничего не трогалось, не дорабатывалось. Класс. Класс, класс. Спасибо. Вот Игорь. Да, не доставил. Спасибо. Яркий представитель американского автопрома. Dodge Charger RT. 5,7 мотор, хеми. Конечно же, тормоза доработаны. Стоит HPS brakes. Составные тормоза. То есть, соответственно, цен... Мини-резина. Как раз не для России. Уехав в Киров, вы потеряете эти колеса. Я вам гарантирую. Мне почему-то кажется, что она на пневме. Хотя, вполне возможно, что она специально сделана такой низкой. И на ней вот так передвигаются. Конечно же, на ней можно передвигаться только в условиях города. Это однозначно. И в Россию на таком автомобиле ты не выйдешь. На машине воронежские номера. В объездной Воронеже... Пневма? Да. Ну вот, все-таки на ней стоит пневма. И это просто парковочное ее состояние. Соответственно, если на ней ехать, машина поднимается. Машина на воронежских номерах. Под Воронежем. Вокруг. Есть объездная от Москвы до Воронежа. Там очень хорошая дорога. В самом Воронеже не знаю как. Но мне кажется, дорога не очень. Поэтому, конечно, такой профиль это не очень практично. Но зато очень красиво. И диски блестят. И тормоза блестят. Влита сюда, мне кажется, очень немало денег. В общем, если есть у вас несколько миллионов, и вы не знаете, куда их потратить, можно купить такой автомобиль и доработать. Лайк за диски и подписка за красоту Доджа на мой канал. Кот, мотор в каком состоянии? Toyota Chaser Avanti. 1987 год. Построена в канонах старой японской школы. Статика. Никакой пневмы. Низко, жестко. Редкий синий салон. Мотор рядная шестерка. Родная 1G Geo. Свапа не будет, потому что машина Стэнс Проект. Каркас дополнительный сделан? Это фальш-каркас, который, в принципе, никакой нагрузки основной не несет. Как бы чисто декоративный элемент, по большому счету. Машина куплена тобой в... Машина куплена мной не в таком состоянии. Куплена, ну, как бы сделанная, аккуратненькая, но перекрашена вся целиком. Раскатаны, сделаны из металла задние арки. Доведен до ума салон. Поставлены кучи оригинальных ништяков. Выхлоп сварен с нуля аргоном. Ну, то есть, было все переделано, почти что все. За сколько взял и сколько вложил? Взял за 300, вложил где-то примерно 600. А в течение какого времени? В течение двух лет. То есть, ну, машина 900 тысяч. Машина 900 тысяч примерно. Предвигаешься на ней каждый день? Вообще на ней не передвигаюсь. Езжу только на фестивале и на выставке. Остальное время машина стоит в паркинге или в гараже? Остальное время машина стоит на парковке, либо стоит в гараже, под навесом, под брезентом. Ну, чтобы не поцарапали, жалко как бы творение. Поэтому, игрушка. Понятно. Игрушка. А повседневный автомобиль? Повседневный автомобиль Subaru Impreza VRX STI. Повседневный автомобиль Toyota RAV4 новый и повседневный автомобиль Ford Explorer. Довольно хороший автопарк. Ну, да, стараемся. Стараемся. Понятно. Дорога нормальная? Ну, здесь нормально, да. Здесь еще более-менее терпимо, можно проехать. Ну, ты в Москве? Я в Москве, да. Я в Москве. Ну, как Москва. Метро Котельники. Новая Рязанка. А живу здесь вот недалеко, 3 минуты, на даче. А если не секрет, а чем занимаешься и почему вообще решил это сделать? Главное инженерно-пищевом предприятии. Делаю еду. Руки заточенные. А что такое худенькие, если делаешь еду? Ну, повышенный метаболизм. Так. Повышенный метаболизм. А почему автомобили, если ты делаешь еду? Да, потому что я всю жизнь с ними связан с кастомайзингом. Делаю мотоциклы, делал, делал мопеды. Изначально не думал я, не планировал, что я куплю себе старого японца. Потому что последние несколько лет я, ну, 10, наверное, даже не несколько, а 10, рассматривал покупку старого американского фуллсайза. То есть какой-нибудь с 5,7. Ну, полноразмерный автомобиль. Какой-нибудь седан или купе с мотором 5,7. И уйти в реставрацию там на несколько лет. А какого она года? Она 87-го года. Машина старше меня. На 2 года. Ну, и, соответственно, так как это не попадало в мой бюджет, либо из того, что было предложено, это было КЦ, культурная ценность без документов, я решил не рисковать и подвернулся хороший вариант с Чайзером. Я понял, почему бы и нет. Можно попробовать сделать красивый автомобиль. А машина куплена в Москве? Машина куплена в Москве и был очень сильно удивлен изначально ее состоянием по кузову. То есть изначально она взята из-за кузова? Да, изначально она была взята из-за абсолютно живого кузова. Ни гнилого, ни ржавого. Абсолютно живейший кузов. Делал все сам или с помощью техцентров, каких-то друзей? Нет, делаю все сам. А красилось? Красилось в сервисе. Потому что сварить аргоном, что-то выточить на токарном станке, на фрезерном, поставить, подогнать, это я могу сам. Но покраска, у меня нет такой производственной базы, чтобы загнать в малярку и покрасить. То есть подготовить я могу, покрасить могу, но никто не дает малярную камеру, чтобы покрасить самому. Поэтому пришлось разбирать автомобиль целиком, готовить к покраске. Там его покрасили, и после этого я его просто собирал на протяжении трех месяцев. Потихоньку, полегонку. Не так долго, на самом деле. Не долго, да. Потому что тут люди и там по три года, и по пять лет собирают автомобили, потом только выезжают. Люди собирают по три, по пять, да, я прекрасно понимаю, но меня просто не хватит запала. Я начинаю перегорать, когда это строится по три, по пять лет. То есть как бы мне сам процесс интересен гораздо. Ну это выходные или после работы ты там начнешь делать? Это и выходные, и после работы у меня двое маленьких детей. Дети ложатся спать, и ты идешь ночью и крутишь гайки. Серьезно? Серьезно. Четыре часа поспишь, едешь на работу, приезжаешь, с детьми поковыряешься, дети засыпают, ты идешь в гараж и продолжаешь работать. А работаешь пять-два? А работай пять-два. И так два года. Довольно в напряженном графике. Вот твоя ответ на вопрос, почему я такой худой работаю на пищевом производстве. Понятно. Погоди, в смысле так два года? Ты сказал, три месяца ее собирал. Ну а перед этим-то запчасти найди, это сделай, то сделай, пятое сделай. Три месяца собирал после покраски. А остальные-то моменты как-то тоже требуют внимания. А, ты еще искал запчасти, это все два года? Запчасти, да. Запчасти, подвеска, все поставить, чтобы все работало. На нее нет ничего готового. То есть это, ну, как бы такой автомобиль, который ты не можешь пойти, взять что-то в магазине, купить, сказать, я вот хочу там фары другие, пришел и купил. Их просто нет. Либо вообще никаких, либо там убитый сток. А где все это найдено, в принципе? Ну, эти же фары в очень классном состоянии. По знакомым, по форумам, DROM, INJAPAN. То есть, ну, как бы задействуешь все возможные ресурсы, которые возможны. А подвеска? Подвеска винтовая, BC Racing. Рычаги? Рычаги у нее сток стандартный. Единственное, что у нее стоят винтовые стойки BC Racing с разваленными опорами передними. Сейчас буду заниматься зимой развалом задних колес. Потому что, к сожалению, на этих кузовах регулируется только схождение. Развал не регулируется совсем. В плане они тут цепляются? Ну, там есть немножко, да. Чуть-чуть есть. При таком занижении диск чуть-чуть цепляет арку на больших кочках. Это может привести к тому, что просто арки начнут гнить. Это может привести к тому, что я просто купил новый подрамник с рычагами и сделаю так, чтобы это регулировалось, и поставлю его зимой, и все. Понятно. Слушай, круто. Круто. С достоином уважения. Спасибо. А сейчас лайк с тех, кто в 87-го года. А лучше два. Итак, Игорь. Сергей. Очень приятно. Расскажи про автомобиль. Что это за автомобиль, во-первых? Москвичный Тогор 2141. Год автомобиля? Автомобиль 2000-го года, но кузов у него 93-го года. Так. А вот, соответственно, свап кузова, свап мотора на французский двухлитровый Рено. Почему французский? Ну, почему не Япония, почему не Америка? Почему именно этот? Потому что болтон. Потому что был с завода француз. Только здесь шел уфимец. Полтора литра. Сейчас стоит двухлитровый Рено. F3R. Что характерно, коробка с заводским самоблоком. Именно с заводским. Вот. Ну, а дальше начинается полный кастом. Подвеска пневмы, четыре контура, два реса. Тормоза. Вообще мутант. Там что только нету. Там аудитормозные диски, передние суппорта Волга, задние суппорта Б5. Все это собрано на ступицах Форда. Это пересверленных под аудиовую разболтовку 512. Это, ну, чтобы диски, наверное, ставили. Да, да, да. Диски, соответственно, 512. Это Мерседес, Ауди, ну, еще некоторые. Ну, потому что больше размах по моделям, которые можно поставить. Да, 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 безусловно. Соответственно, диски 18-ые для москвича редкость. Так. Американский Кёниг, вот. 18-ый. Под заказ? Ну, да. Или купленные здесь и восстановленные в этой стене? Нет, 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 нет. Купленные здесь, просто я ждал долго их. Вот. Соответственно, перекрас был полный в шестицветный хамелеон из линейки этого эра. Это не пленка. Так. Сколько стоит такая покраска и как долго она занимает? Стоил это 200 тысяч несколько лет назад. С проемами? Да, весь. Сейчас я все открою, покажу. Много лака для глубокой полировки. Что еще рассказать? Салон. Салон восстановленный. Стоп. А цвета, которыми она переливается, это? Синий, зеленый, красный, значит, фиолетовый, рубиновый. Какой-нибудь, насколько назвал? Это в зависимости от освещенности? Да. Ксералика здесь нет вообще. Это чисто хамелеоновые цвета все. А как давно она вот в таком цвете покрашена? Пять лет. Пять лет. Показывай по салону, показывай, что под капотом. Ну вот француз, двухлитровый. От чего? От F3R, но его много куда ставили. Megane, Scenic, еще какие-то там линейки. Ставили много куда. Да, у них было большое смисло F3R, F5R, F7R. Разница в башке и в мощности. Все на силиконе. Все на силиконе. Куплен выпуск, куплена улитка, куплен январь под прошивку, под турбину, но пока в процессе. Не установлено? Пока нет. Так, по салону? Полная реставрация всех объемов, всего. Торпеда проклеена вся в три слоя. Ничего не дребезжит? Теперь уже нет. Так. Пневма. Ну, можно снаружи, можно внутри посмотреть. Собственно говоря, внутри мы только увидим компрессоры, потому что все скрытые установки. Сколько денег на пневму? В районе сотки. Ставил все сам? Ну, приходилось переделывать два раза, и поэтому по факту ушла сотка. А почему переделывать? Так нет, уже кастом на москвич никто не пилил. Здесь стоят не рубены. Ну, что-то ставилось, и оно не подходило, или ставилось и у тебя, и выходило из строя? Не подходило. Потому что обычно строят, допустим, перед, ну и зад тоже, на рубенах. Рубены, знаешь, да? Три подушки набираются, наборные. Здесь такого нет. Здесь чулки впереди, и пневмобаллоны от грузовика, от кабины, от Магируса. Ну, это кастом полный вообще. Соответственно, все спрятано в багажнике. Сейчас покажу, там, ну, красивый-красивый лук. Тут, по-моему, должен быть задний дворник еще, да? Его убрали. Нет, нет, личинка только замка. Дворника здесь не было никогда. Так, конечно же, это музыка, да? Там тоже все спрятаны. Да, все спрятано. Музычка. Там усилители. Здесь компрессор, блок этих толпанов. Резы снизу. Два ресивера больших, грузовых. Все это снизу убрано, и, соответственно, так просто к этому не подобраться. Все, чистота, красота. Здравствуй, картошка. И в целом, сколько, ну, по подсчетам скромным, сколько сюда вложено? 500 плюс. 500 плюс. А сам автомобиль сколько? 6 лет. 6 лет? Да. Ты сейчас первый раз, ты сюда выехал? Я выехал в этом году. Это третий мой выезд. Первый выезд был День москвичевода в мае. Второй выезд был Янгтаймерфест. Мы взяли категорию кастом. Ну, и приз зрительских симпатий. Ну, это вот третий выезд. Мы останемся снаружи, покажешь, как пневма работает? Это прям внедорожник стал. А сколько самый максимальный и самый минимальный клиренс? Минимальный был, максимальный. Я имею в виду по размеру. Не смотрел? Что ты имеешь в виду? Просвет дорожный? Да, просвет. Сколько? Честно, не мерил. Давай посмотрим по айфону. Так, это максимум, да, который есть? Это максимум вверх, да. Нет, так не входит. Полтора айфона. Полтора айфона. А самый минимум? Пневмоподвеска на этом москвиче разделена на четыре разных контура. Соответственно, это позволяет каждое колесо по отдельности поднять и опустить. То есть можно отдельно поднять переднее правое колесо, переднее левое, заднее правое, заднее левое. Вот, собственно, что нам и демонстрирует сейчас хозяин. Что подтолкнуло на создание именно вот такого автомобиля? Именно, почему именно русский? Ну, потому что первый автомобиль врезается в память надолго, если не сказать, что навсегда. Ага. Соответственно, первый, который официальный был, да, с документами, все, когда уже права были. Это был 41-й москвич. Поэтому я решил, что во что бы то ни стало, у меня будет лучший 41-й вообще, когда-нибудь существующий. Ну, и, соответственно, долгий путь всего. Еще куплены... Машину выезжаешь только на фестивале или каждый день? Да, только фестиваль. Только фестиваль. Подписка с тех, кто когда-то с папой восстанавливал в гараже собственный москвич. Продолжение следует...